Приветствую вас. Число инфицированных коронавирусом в мире продолжает расти и уже превзошло 24 миллиона. Однако ситуация с новым вирусом в Грузии остается стабильной. Сегодня Грузия отмечает успение Пресвятой Богородицы Мария Моба. В народе издавна считается, что Грузия находится под покровительством Пресвятой Богородицы и Вищие Силы защитят грузинский народ от окончательного падения. На 28 августа в Грузии общее число инфицированных новым вирусом составило 1455 человек. Из них вылечились 1196. Скончались 19 пациентов. Россияне продолжают возвращаться на родину из Армении через Грузию. Из Армении уже вывезено более 6000 человек. Посольством России в Армении был организован очередной вывоз через территорию Грузии еще 63 граждан на арендованных ими автобусах. Напомню, что Россия на фоне пандемии с 28 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исходя из того, что новый учебный год в Европе начинается в сентябре месяце, еще один социальный рейс для студентов по направлению Твилиси-Будапешт назначен на 8 сентября. На этом рейсе смогут улететь студенты, которые учатся в разных европейских странах. Национальная библиотека Грузии открывает свои двери для посетителей 1 сентября. Читальные залы библиотеки возобновят работу почти более 6-месячной вынужденной паузы. Новая платформа, работая из Грузии, уже запущена. Правительство Грузии предлагает иностранным гражданам возможность путешествовать и работать удаленно. Эту платформу смогут использовать самозанятые сотрудники, работающие удаленно, а также предприниматели. С целью дистанционной работы в страну смогут приехать граждане и резиденты 95 стран, в том числе США, Евросоюза, Совета сотрудничества стран Персидского залива и находиться в Грузии на законных основаниях 180 дней. Речь идет о трех категориях иностранцев – самозанятые, штатные сотрудники и предприниматели, которые смогут заполнить заявку на stavkov.g. Удачи всем!